Номер урока 18-й, школа G12. У нас с вами осталось еще три урока, сегодняшний и еще 19-й и 20-й урок, и мы с вами свободны, и будет летние каникулы начнутся. Да, давай сделаем. Да, мы как-нибудь с вами сделаем, обязательно, обязательно сделаем. На кемп поедем. К тому времени как раз кемп уже наш будет. Да. Хорошо, урок 18-й, записывайте название урока. Сила свидетельства. Сила свидетельства. Для меня этот урок очень важен, потому что сегодня записывайте все очень точно, запоминайте все очень хорошо, потому что я буду делать опять устный, знаете, устный опрос. Я просто хотел бы узнать, как вы слушали урок и что осталось у вас. Это намного лучше, чем когда вы просто сдаете экзамен. То есть я хотел бы дать вам посвидетельствовать и сказать, что осталось у вас после урока. Но сейчас просто сила свидетельства. Мы с вами... Этот урок очень важен по многим причинам, но одна причина важна. Мы с вами не можем никуда прийти и никого привести к Богу, если мы не будем свидетельствовать, не так ли? Но многие люди, многие люди, включая, может быть, нас, не умеют свидетельствовать правильно. Свидетельство должно быть настолько правильно, сколько я видел людей, которые свидетельствуют неправильно. И вместо того, чтобы приобрести душу, человек обламывается, уходит и вообще даже близко не хочет. Человек шел, реально хотел посвидетельствовать, реально, но не зная как. Он сказал, может быть, какое-то грубое слово, что-то наперекор, где-то... А человеку, которому ты свидетельствуешь, это такое дитё, которого нужно просто оберегать, чтобы действительно, знаешь, он... Это что-то против... Скажешь всё, я имею в виду всё, ты перечеркнул этого человека, и потом ты... Твоё одно слово, потом тебе полгода придётся восстанавливать, или уже даже этот человек тебя уже к себе не подпустит. Может, кто-то другой уже должен будет ему свидетельствовать. И поэтому, сила свидетельства, родные мои, я хотел просто сегодня поговорить, чтобы мы с вами... Я хотел объяснить вам, что такое свидетельство и как правильно свидетельствовать. То есть, простые ключи. Подходишь ты к человеку, и что нужно делать, именно? То есть, некоторые из вас задавали мне эти реальные вопросы, и я решил на эту тему сделать просто урок, чтобы мы с вами знали, что свидетельство имеет очень-очень большую силу. И если мы свидетельствуем неправильно, дьявол пользуется этим, и люди просто отходят от нас. Можно быть правым, можно быть помазанным, можно быть успешным, но можно одно неприятное слово сказать человеку, которому ты свидетельствовал, и ты потерял человека, ты не приобрёл его. И поэтому такие моменты. Хорошо, давайте записывайте, я сразу вам прочитаю три места из Библии, и мы начнём. Записывайте первое место. Римлянам, 1 глава, 16 стих. Римлянам, 1 глава, 16 стих. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть, сила Божья, ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Записывайте второе место. 1 Коринфянам, 1 глава, 17 и 18 стих. 1 Коринфянам, 1 глава, 17 и 18 стих. Ибо Христос пострадал, послал меня не крестить, а благовествовать, не при мудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ещё раз прочитаю. И записывайте третье место. 1 Коринфянам, 2 глава, 1 и 2 стих. 1 Коринфянам, 2 глава, 1 и 2 стих. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, не в превосходстве слова или при мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. Ещё раз прочитаю. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, не в превосходстве слова или при мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. Такой мудрый человек, как Павел, он говорит, я пришёл к вам, и я специально сделал вид, что я ничего не знаю, никакой мудрости, ничего не читал, ничего не знаю, кроме Христа. То есть, когда мы с вами свидетельствуем, мы должны быть настолько осторожными, чтобы не показать себя перед человеком, что ты намного выше, что ты намного больше знаешь. Этим ты автоматически уже уничтожил этого человека. Я вам серьёзно говорю, что в моей жизни были сотни-сотни свидетельствам людям, и были много правильных, и очень много было неправильных. И я на своей шкуре испытал, что такое неправильное свидетельство. Когда ты подходишь к человеку и начинаешь автоматически говорить вещи, которые мы с вами знаем, мы с вами знаем, что в какой компании мы находимся, и мы знаем, что мы мудрее. Иногда мы хотим бросить, знаете, такую фишку такую, а ты вообще разбираешься в этом? А ты вообще это читал? А ты вообще понимаешь, о чём я говорю? Понимаете, да, вот эти вот фразы, они такие фразы простые, но ты автоматически человека сделал ниже себя. Понимаешь? Или там Перебилова, слушай, послушай, что я тебе сейчас скажу. Послушай, что я тебе сейчас скажу. Понимаешь? То есть вот эти все маленькие-маленькие фразы. Сейчас я просто хотел вам на практике объяснить, что свидетельство, ты должен быть незначущим ничего, незнающим никого и ничего. Должен прийти очень спокойно, очень тихо и сказать то, что Господь сказал тебе. Если даже этот человек не воспринимает, что-то там неправильное в его жизни происходит, не указывай никогда ему на это. Говори ему о том, что Бог сделал для тебя. Никогда не вспыливай и не говори, слушай, тебе Бога вообще найти надо. Что ты меня тут наставляешь? Что ты меня учишь? Ты на свою посмотри жизнь. Посмотри в свою семью. И обычно я знаю, чем такое свидетельство заканчивается. А враг, заметьте, враг, он воспользуется твоей немудростью. И твоим, как бы, когда ты не имеешь навыка, и он воспользуется. Он просто возьмет через этого человека, которому ты свидетельствуешь, возьмет тебя, зацепит, уколет. И ты так взбудишься и скажешь, на свою жизнь посмотри. Грешник нечистый. Понимаешь? И мы этим просто, ты вспылил. Сколько я вот в своей жизни вижу, иногда вот вижу, когда вот люди, будьте спокойны. Самое главное, просто будьте спокойны. Знайте, в кого вы уверовали. Просто имейте спокойствие. Спокойствие, полное спокойствие. Даже вот когда мы были вот на кемпе вот этом, когда мы смотрели вот этот кемп с командой, реально подошла ведьма. Она хотела купить этот кемп. Я не хочу, кому надо подробно, и мы потом подробно с вами поговорим. Мы хотели купить кемп, и дьявол сразу через день послал ведьму, реальную, конкретную ведьму. Я имею в виду, которая занимается сеансами там, исцелительными и так далее, и тому подобное. Всякие вещи. У нее там знак на шее висел с этого, нью-эйджи там и так далее. То есть, реально. И я стою с ней разговариваю. Знаешь, я ей рассказал, кто я. А потом я ей задаю вопрос. Расскажи мне, чем ты занимаешься. И она начала потихонечку мне говорить, но команда, если вы видели яйцо, вы заметили, какая она была спокойная, приветливая и никогда ничего поперек не сказала. Кто видел это? Видели, да? Родные мои, я вам знаете, что скажу? Я с сатанистами встречаюсь не раз, не два и не двадцать два. Очень часто. Они все умеют себя вести. Я до этого не доходил, но 14 лет назад, когда ко мне приходил Иисус, перед этим приходил ко мне сатана. Приходил сам дьявол, Люцифер. Я видел его, он представился, мы с ним говорили, он мне говорил, что он со мной сделает в конце моей жизни. Но я не хочу в это говорить подробности, это никому не нужно. Но я вам честно скажу, что когда я видел именно Люцифера, это был прекрасный мужчина, очень красивый мужчина. И он был настолько вежливый и культурный, он ни разу меня в речи моей не перебил. Я вам серьезно говорю, и я замечаю, что христиане намного имеют меньше культуры, чем сам сатана. Я вам серьезно говорю? Вы улыбаетесь, смеете. Я вам реально говорю, я не говорю шутки. Вот как я сейчас с вами стою, я вам говорю, перед самим Богом, я разговаривал с самим сатаной, Люцифером. Он со своей командой приходил, и он, я не буду вдаваться в подробности, он там некоторые вещи мне предсказывал, что со мной будет. Понимаешь? И я вам честно говорю, он не перебил ни разу. И когда один человек, я не хочу в подробности вдаваться, из нашей команды вспылил, я сразу его успокоил, потому что, я вам честно говорю, нам нужно научиться тактике. И она говорит, и я вижу, что это абсолютно две разные силы. Я полностью посвящен Богу. Она полностью посвящена сатане. И я заметил, если кто был в команде, вы увидели, насколько она с улыбкой. Да, в ее глазах это были демонические глаза, там разговор простой, там четко, это ведьма, она даже не представится ведьмой, она там исцелителем представляется, как обычно. Но ты можешь видеть в глазах, там пропасть, там бездна. Но насколько эти люди приветливые, культурные, они все объясняют, то, все. Она даже там подружиться захотела. Говорит, я куплю кемп, и вам в ренту его сдавать буду. Я говорю, спасибо большое. Какие вы добрые. Спасибочки вам. Да, и я вам серьезно говорю, что нам нужно с вами научиться выслушивать человека, как кто бы он ни был. Сатанист, ведьма, там люди разного сомнительного характера, наркоманы, там разные-разного поведения люди. Слушай, держи себя, покажи себя выше. Имей вот это спокойствие, которое никто не может сломить. Я вам скажу, вот это спокойствие, это то, что настолько нам всем с вами нужно. Именно спокойствие, мир. Когда Иисус уходил, что Он говорил ученикам? Мир Мой даю вам. Знаете, что такое мир Божий? Это спокойствие, когда Иисус мог спать во время шторма. Вот этот мир Он давал своим ученикам. Вот этот мир, который ничто не может поколебать. Ни финансовое состояние, ни то, что тебя атакуют, ни сплетни. Этот мир невозможно поколебать ничем. Ты просто идешь спокойно, и все, что идет против тебя, не имеет никакого значения. Вот этот мир, просто молите Бога, чтобы у нас у всех был этот мир. Я вам серьезно говорю, и когда вы заимеете этот мир, когда вокруг тебя все рвет, взрывается, штормит, а ты сидишь спокойно и говоришь, все будет нормально. А знаете, почему мы должны быть в мире? Потому что раньше времени мы своего не уйдем. Тебя из твоего ведения, из моего ведения дьявол никогда не вышибет. С твоей головы и с моей головы волос не упадет без разрешения моего отца и твоего отца. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, без нашего отца. То есть, и вот эти все моменты, напоминай себе в Слове Божьем, что ничто не коснется тебя никогда. Ты должен быть спокоен и никогда не реагировать на вот эти все сатанинские вещи. Сила вашего личного свидетельства. Один из наиболее эффективных способов этого, как люди могут услышать благую весть об Иисусе Христе, это наше личное свидетельство. Наше личное свидетельство. Самое лучшее оружие. Помните, мы с вами говорили, они победили его кровью Агнца и силам свидетельства своего. Твое свидетельство, это входит в такое же самое оружие по силе, равняющееся крови Иисуса Христа. Ты можешь себе представить? Сам Бог это сказал. Это не я сказал, я не писал. Написано, они победили его. Первое, кровью Агнца. Кровь, это самая сильная вещь, да. Но есть второй момент, который не менее важен и словом своего свидетельства. Потому что, когда люди знают, что ты куплен, и все рожденные свыше люди имеют это свидетельство, и кто мне из вас скажет, что я не могу проповедовать людям? Я сразу скажу, ты не был никогда рожден свыше. Когда ты рожден свыше, сто процентов у тебя и у меня будет слово личного свидетельства. Не так ли, в семье? Личное, мое, которое ты мне доказываешь, что хочешь, я знаю, что Бог сделал со мной. Аминь. Со мной. Мне все равно. Вокруг меня пусть весь мир покается. Но если Бог со мной ничего не сделал, родные мои, куда мы идем? Личное свидетельство это оружие, которым нужно научиться пользоваться. И неправильно пользуясь личным свидетельством, мы можем уничтожить этим мечом человека. Немножко бах, и все, он больше никогда не захочет быть в твоей группе. Он никогда больше не захочет с тобой разговаривать. Почему? Потому что ты сделал что-то неправильное. Личное ваше свидетельство, исходящее из вашего сердца. Смотрите, у вас есть взаимопонимание с вашим слушателем, и они знают вас. Самое главное, сделать взаимопонимание. Самое главное, первое, не начинай палить. Не начинай сразу. А ты знаешь, что Бог на меня сделал? А ты знаешь, что ты идешь в ад? Никогда так не начинайте. Самое главное, начните сдалека. Свидетельствовать, родные мои, это искусство. И у некоторых из вас я вижу, что это очень профессионально получается. Некоторые говорят, почему у этого человека идут и идут, а у меня нет и нет. Я вам честно скажу. Честно скажу. И вы меня все сейчас 100% поддержите. Кто этим занимается, у кого в этом успех есть. Одни умеют свидетельствовать, а другие не умеют. Аминь. Если у тебя есть успех и тебя слушают люди, я тебе даю 100% гарантии. Это работает слово твоего личного свидетельства. Ты ничего не вытянул, ты не даешь им там мои темы. Мои проповеди не так будут работать, как твое личное огненное свидетельство, которое ты получил на своем энкаунтере и продолжаешь получать в общении с твоим Богом. Аминь. Понимаете? И вот в этом есть весь секрет. Смотрите, самое главное, самое главное, найдите с ним контакт. Как только вы сделали контакт, контакт может находиться в любом. Если этот человек незнакомый, найдите этот контакт. Спросите ему, спросите, слушай, а чем ты занимаешься? И он, например, обычно, ну мы обычно начинаем не с духовной темы, обычно мы начинаем с далека, с такой спотской, с простой темы. Он там скажет, о, слушай, я там real estate занимаюсь. О, да? Слушай, как там сейчас это? О, слушай, у меня тоже вот есть друзья. Слушай, и ты находишь сначала, самое главное, сделать мост. Вы понимаете, да? Я это называю мостом. Не начинай забрасывать бомбами человека, пока ты мост не сделал. Мост это то, с чем вы, вы можете соединиться друг с другом. То есть, ты сразу узнал, и он смотрит, что ты слушаешь его историю об real estate. Тебе об этом real estate, ты бы ее не слушал, если бы тебе 10 тысяч баксов дали, ты бы ее не слушал никогда. Но ты ее слушаешь, потому что тебе нужна эта душа. Аминь. В этом есть мудрость. Ты должен и должна слушать все эти небылицы. Окей? Потому что это есть ловля рыбы. Это именно то, что Иисус говорил. Я сделаю вас ловцами человеков. А что нужно сделать? Рыбак, это, наверное, самый выдержанный человек на земле. Потому что это надо сидеть и сидеть и сидеть. И ждать, когда оно клюнет. Менять наживку. Не клюет на эту, поменяем эту. Не клюет на эту, поменяем эту. Я сам рыбак. Я люблю рыбачить. Сейчас просто времени нет. Мы на другие рыбалки ездим сейчас. Вы знаете, на какие. Понимаете? То есть мы уже другую рыбу ловим. Ловцы человек. Но почему Иисус сравнил именно с рыбаком? Потому что рыбак это самая выдержанная личность. Уже если ты любишь сидеть все быстро, ты никогда рыбаком не сможешь стать. Ты придешь, закинешь 5 минут, смотаешь удочки и будешь булку есть. Почему? Потому что у тебя не клюет. Понимаешь? И ты скажешь, не хочу, я все это, мне надоело. А что оно не клюет? Может нужно просидеть 3, 4, 5 часов, пока ты найдешь правильное место, правильную наживку, правильную глубину. И там клюнуло. О, и здесь пошел азарт. Понимаете? То есть вот это и есть мудрость ловца. И Иисус сказал, что мы должны быть мудры как змей и просто как голуби. То есть ты должен иметь вот эту мудрость, чтобы четко знать, где будет брать. И найти контакт. То есть мы закидываем рыбе, что ей нравится. Да, ты сидишь, разговариваешь за рил эстейт. Но тебя рил эстейт не волнует, волнует его. Ты просто рил эстейт навесил на свой крючок. И ты видишь, как он обсасывает этот рил эстейт. Ему нравится. Понимаешь? Самое главное вовремя подсечь. А теперь иди сюда. Понимаешь? И потихонечку ты начинаешь светильствовать. Слушай, он тебе уже все рассказывал за рил эстейт. Какие мечты у него есть, что он хочет купить, какой дом, сколько бедрума. Он все рассказал. Он уже улыбается, сидит. Он уже твоим другом себя чувствует. Понимаешь? И здесь потихонечку ты начинаешь забрасывать удочку. Он спрашивает. Слушай, а в какую ты церковь ходишь? Обычно, знаете, у людей, ну, они или здесь начинают чесать, или здесь. Они обычно, ну, это такой вопрос интересный, знаешь? И они просто начинают чесать свой затылок, да, и говорить, слушай, я вот хожу туда, в церковь. Слушай, и ты начинаешь задавать, просто задаешь вопросы. Слушай, а как ты, тебе нравится эта церковь? Не говори за свою церковь. Не говори, что куда ты ходишь, это вообще кошмар, понимаешь? Не надо ничего говорить. Просто выводи его на вопросы. Тебе нравится твоя церковь? Если он, обычно, если люди, слушай, говорят, да, нравится, о, ты скажи, слушай, а сколько у вас последний раз было наркоманов освобождено, или там, бесовы изгнанное, или исцеление? Когда последний раз тут у вас исцеление? Реальное исцеление было? Он скажет, да, не было. А ты ему просто скажи, слушай, так, так, отчего тебе церковь-то и нравится? Объясни. То есть, задавай ему вопросы. Пусть он тебе задает на вопросы. Но опять же, в этих вопросах будь очень осторожен. Иногда люди за свою церковь стоят горой. Он туда не ходит, или раз в месяц ходит, но он будет горой стоять и всем говорить, что это самая истинная церковь. Аминь. Поэтому ты должен узнать, почему тебе нравится эта церковь. Задай ему вопрос. Не давай ему засыпать тебя вопросами. Ты ему вопросы задавай. Нравится? Объясни, почему. Почему? Понимаешь? И потом, слушай, потом потихонечку начинаешь добираться. Слушай, а как твое духовное состояние? Слушай, тебе нравится твоя жизнь? Как тебе нравится? При этом вопросе обычно люди чувствуют немножко себя дискомфортно. Знаешь? Вот просто немножко дискомфорт такой настает. А ты просто ему вопрос. Слушай, да нет проблем. Слушай, ты просто его успокойся. Скажи, все нормально. Слушай, просто ответь на простой вопрос. Скажи, как тебе? Нравится ли тебе твоя духовная жизнь? Вот сейчас. Вот ты доволен всем в своей жизни, своей семьей, может быть, своей работой. Доволен ли ты? Обычно здесь тоже очень много разных ответов, но в основном один ответ. Если человек честно, он скажет, слушай, не нравится, слушай, плохо, тускло. И ты начинаешь потихонечку. Сначала ты делаешь пациенту диагноз. Аминь. Не надо ему пилюли совать в рот, ему так пачками открывая рот, засыпать. Может, что-нибудь поможет. Нет. Что врач делает? Он приводит в кабинет пациента, он останавливает диагноз и потом дает правильную таблетку. Аминь. Поэтому у нас с вами так же самое. То есть ты приводишь пациента. Пациент может даже не верить, что он больной. И не хочет верить, что он больной. И всем даже будет доказывать, что он здоровый. И тебе докажет, что он здоровый тоже. То есть ему, во-первых, ему нужно установить диагноз. Как устанавливается диагноз? Вот я как вам сказал. Задавай ему вопросы. Пусть он задает. Доволен ли ты церковью? Доволен ли ты семьей? Хорошо ли у тебя все с твоими детьми? Если это человек постарше, скажи ему, где твои дети? Понимаешь, что есть? Задай ему вопросы, которые вот тут должны что-то произвести у него. Ёкнуть. И потом ты просто ему начинаешь говорить ответы. Ты хочешь получать ответ? Ты можешь поехать вот сюда? А, слушай, приезжай на домашнюю группу. Приезжай. Если ты женщина, приглашай на женскую домашнюю группу. Просто скажи, слушай, приходи на домашнюю группу. У нас тоже женщины. Бог столько восстанавливает. Такие чудеса делает. И потихонечку ты начинаешь делать вот эту работу. Но я вам скажу, свидетельство – это целый-целый процесс. В этом нужно быть мудрым, осторожным. Даже все, что я вам сказал, вам сейчас, может, это я вам просто сказал, как общую вещь. Но вы должны сами знать, что выбрать, что отсеять. Может сказать, может не сказать. Но самое главное, просто найдите сначала мост. Поговорите за машины. Поговорите за погоду. Поговорите за это платьечко красивое с розовыми цветочками. Понимаешь, поговорите там еще за какие-то вещи. А потом, когда ты уже сделал мост, не надо говорить там, ой, это такие недуховные разговоры. Чего это я буду тратить время? Ты ловец. Это все равно, что ловец сидит рыбак и будет говорить, слушай, а что я буду леску разматывать, удочку закидывать, червяка вешать. Пусть рыба сама мне в лодку прыгает, аллилуйя. Что, Господь же всемогущий. Понимаешь, то есть это все глупости. То есть ты должен сделать что-то, и потом Господь что-то будет делать. То есть не надо говорить, что это трата времени, это тут сиди и тут жди вот этой лодки, а вдруг не клюнет. Понимаешь? То есть самое главное, клюнет, родные мои, клюнет. Если будешь иметь терпение, молиться, четко будешь знать, какую рыбу ты хочешь, какую большую, клюнет. Смотрите. То, что вы говорите, подразумевает то же самое, что Бог может сделать для них сегодня, это актуально. Говорите о вещах, которые сегодняшние. Не говорите, вот у нас у молодости было так хорошо. Понимаешь, не надо об этом говорить. В молодости говорите людям о сегодняшнем дне. Говорим, слушай, что Бог делает в твоей жизни сегодня, прямо сейчас? Как ты переживаешь его? Когда последний раз ты разговаривал со своим Отцом Небесным? Понимаешь, люди обычно такие вопросы такие, но это ты должен говорить с любовью. Просто сказать, слушай, или ты ему говори. Слушай, я молился, ты знаешь, такое общение было, но это уже немножко интимные вещи. Знаете, с каким человеком что можно посеять? Одному человеку, может быть, я один раз при разговоре просто, знаешь, Дух Святой меня ведет постоянно по-разному. Иногда некоторым людям я задаю вопросы, там, как ты доволен ли. А в другом случае мы сидели за столом, и Дух Святой просто мне, знаешь, как в сердце дал поговорить о том, как я вот с Богом общался. Я начал говорить, как я с Богом общался, как я закрывался в комнату, там, знаешь, включал музыку, просто начинал плакать, говорил Богу мое сердце. Знаешь, смотрел, там, знаешь, как молился за то, чтобы нация была, знаешь, как я рассказывал людям, как я проезжаю постоянно мимо этих, там, где молодежь. И когда я вижу кучу молодежи, знаешь, вот, когда они там все, знаете, ну, не спасенные люди, как у меня сердце болит. Я просто разговариваю, как Дух Святой побуждает меня, как он просто касается меня, как мне хорошо с ним находиться. Я смотрю, у человека уже слезы начали течь. Я даже в его сторону не смотрел, я просто сижу, и сижу я, сидит этот человек, и еще сидит пару человек, которые, которые, как бы, ну, наши, с нашей командой. И когда я говорю, я, как бы, говорю им, но стреляю в него. Вы знаете, о чем я говорю? Вы понимаете? Это есть тактика, это, я вам честно говорю, вот просто вот молитесь Богу, чтобы, то есть им, то, как я с Богом общаюсь, нормально, они сидят, да, кивают головой, все нормально. Знаешь, что, они тоже такое самое общение имеют, но пуля, понимаешь, да, пистолет стоит туда, но пуля летит туда. Я потом поворачиваюсь, смотрю, приехал родимый. Понимаешь, все, в этом случае, знаешь, и начинается разговор туда-сюда, и уже я вижу, человек открытый, и здесь уже просто дверь открытая, окей? И ты начинаешь просто говорить, и он практически человек уже твой. Просто правильный подход, правильный подход. И все. Как вот мы сидели, помнишь, с Таней и со Славиком, помнишь, да? Сидим, говорим, 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 смотрю, ух, слезки пошли, готово, на инкантер, шик, запрессовали. Понимаешь, то есть, и я вам говорю серьезно, то есть, вот эти моменты просто имейте, просите Бога мудрости, каждому человеку свой подход. Ты не можешь сделать вот одно свидетельство для всех такое, знаете, как оно вот общее такое, такого не может быть. Смотрите, слушая вас, они не должны чувствовать угрозы, потому что вы говорите о себе. Никогда не ставьте их в фокус. Говорите всегда о себе. Говорите, что Бог с вами сделал, что получилось с вами, как у вас было плохо, теперь как у вас хорошо, что Господь сделал с вашей жизнью, от чего Он вас освободил. И человек, слушая вас, родные мои, какой бы ни был религиозный человек, все хотят свободы. Аминь. Какой бы ни был человек, все, слушая, даже эти свидетельства, которые, вот знаете, расходятся везде, эти тонами, везде эти свидетельства распространяются, да, которые вот Бог на инкантере делает, эти диски мы раздаем везде. Они, может, ходят, но я вам честно говорю, они цепляют людей очень сильно. Я вам честно говорю, и в свое время это посеянное семя, оно прорастет и даст плод, и мы увидим этих людей. Так как мы, помните, год назад, полтора года назад, кто еще был в самом начале, мы с вами молились, говорили, Господь, да, прямо сейчас будет, все будет, и не было. И только сейчас начинают приходить те люди, которых мы с вами молились и записывали в самом начале. В самом начале. Только сейчас начинают откликаться. Поэтому давайте Богу дадим время, потому что это Его воля. Он знает, кого, когда привести, когда кто уже накушался, когда кто уже успокоился и сказал, все, теперь я хочу Бога. Когда вы говорите, вы можете затронуть насущные нужды человека. Когда вы говорите о себе и обычно говорите то, что сейчас происходит. И когда вы говорите то, что вот сейчас, сегодня, на данный момент насущно, то это обязательно зацепит человека. Они увидят вашу улыбку, они увидят ваши глаза. Они иногда даже сами начинают разговор, слушай, что у тебя с лицом, что у тебя с глазами. Слушай, ты как-то по-другому говоришь. И потихонечку начинаешь разговор из этого момента. Поэтому свидетельство это целая-целая тактика, это целая наука. Хорошо. Сейчас поговорим о такой маленькой инструкции для успешного свидетельства. Такая простая инструкция. Некоторые моменты мы затронем. Я сейчас просто пройду. Вы получаете что-то для себя, да? Потихонечку берете, да? Потому что я знаю, что у некоторых у вас сейчас в конце этого я вам дам микрофон, и каждый из вас расскажет, как он свидетельствовал кому-то, как у вас не получилось, когда, когда получилось. Хорошо, да? То есть я сейчас вам дам микрофон, просто я хотел бы услышать, как вы вообще свидетельства, как вы это понимаете, да? Но это чуть попозже. И смотрите. Первая инструкция для успешного свидетельства. Когда вы свидетельствуете, полагайтесь на Духа Святого. Это номер один. Номер один, родные мои. Если ты идешь, думаешь, что ты все знаешь, поверь, ты вылетишь оттуда, как пуля, потому что если Дух Святой не идет впереди тебя, сразу идешь в гости. Только ты стучишься в двери. Перед тем, как ты стучишься в эти двери, положи руку на эту дверь и скажи, Дух Святой, я полагаю, пусть твое присутствие будет здесь. Пусть твоя сила будет здесь. Прямо сейчас я разрушаю всякие демонические планы, власть его. Просто это займет тебе секунды. Просто положи руку и скажи, Дух Святой, иди впереди меня, косни сердце этого человека. И вы видите, как разговор пойдет, и Дух Святой возьмет этот разговор. То есть номер один, полагайтесь всегда на Духа Святого. Когда свидетельствуете. Помните, второе, помните, что только Дух Святой производит обличение. Только Он, не ты. Когда мы с вами обличаем, знаете, что происходит? Ты на себя посмотри. Понимаешь? Когда Дух Святой обличает, слезки текут. Вы понимаете, о чем я говорю? Одни и те же слова. Я заметил в своей практике, одни и те же слова. Говоришь, если говоришь с Духом Святым, человек сразу меняется, потому что он касается сердца. Когда ты говоришь, ты знаешь, что этому человеку нужен Бог. Да, но если Дух Святой не приготовил почву, твое семя будет, как горох об стену. Бань, и отлетит. Да, это хорошее семя, да, ему можно посадить. Но Дух Святой должен распахать почву сердца. Вы все со мной? Распахать. Чтобы, когда оно войдет сюда, когда, понимаешь, твое свидетельство может быть одну минуту, две, три минуты, и человек засеян на всю свою жизнь. Вы все со мной? Три минуты свидетельства, и все, и человек уже выходит откуда там, или из твоей комнаты, или, может быть, с твоего салона, или там так далее. То есть, понимаете, да. Понимаешь, или, может быть, с твоего рабочего места, или где бы не были, там, да, или с ресторана, или с кафе, там, или куда угодно. То есть, и человек три минуты, и он уже, хоп, он уже имеет семя внутри себя. И потом, вы заметили, как этих людей по какой-то странной причине, они сами даже не знают, начинают тянуть к вам. Вы заметили это? Я вам честно говорю, я в шоке. И иногда просто человеку скажешь три минуты, слушай, Бог тебя так любит, ты такой прекрасный. Слушай, ты знаешь, ты знаешь, все, понимаете, мы с вами должны понять, что все люди хорошие. Вы понимаете? Все люди прекрасные, всех нужно любить. Не нужно делить там, тот такой, тот такой. Я поначалу со мной как становился на служение, у меня все там, да, религия, там то. А Бог мне сказал, родной мой, ты воюешь не с людьми, с духами нужно воевать. Перестань трогать людей. И как только я заимел сердце, которое я только Богу сказал, пообещал, в моей церкви будут все динаминации на свою голову. И угадайте, что в нашей церкви, ни в какой церкви нету столько, сколько у нас. У нас все есть. От субботников до самых ярых харизматов. Батизиатники, баптисты, адвентисты. Все есть, все проходят через энкаунтер, все изменяются, все хотят быть в семье. Почему? Господь делает. И смотрите, помните, что только Дух Святой производит обличение, не мы с вами. Наши слова, они могут только ранить человека. Третье. Показывайте уважение к человеку всегда. Слушайте его, даже если вы с чем-то не согласны. Еще раз. Показывайте уважение к человеку всегда. Слушайте его, даже если вы с чем-то не согласны. Показывайте уважение к человеку всегда. Слушайте его, даже если с чем-то не согласны. То есть, это то, что я вам говорил. Ты можешь разговаривать с самым-самым человеком, который обязательно, он будет что-то говорить не так, как ты. Обязательно он будет понимать не так, как ты. Потому что ты прошел через очищение, ты прошла через очищение, ты уже не исповедуешь свою жизнь. А, там, что с меня взять, знаешь? Или там, та, вот, знаешь, как, там, та я бедная или несчастная, ой, бедненькие. Не надо, никогда не говорите вот эти слова. Исповедуйте. Всегда хорошие, позитивные вещи. Не говори, что я слабенький, не говори, что я бедненький. То есть, и эти же вещи, они могут, когда ты разговариваешь с человеком, ты можешь слышать, как эти люди, они, когда они не освобожденные, не очищенные, у них много в речи будет проскакивать неправильных фраз. И я заметил, что некоторые сразу начинают реагировать на них. Сразу. Так нельзя исповедовать. Ты это не трогай, ты это не говори. И я смотрю, как человек начинает отталкиваться. Ты не налаживаешь мост с человеком, а ты строишь стену наоборот. Потому что ты показываешь человеку, какой ты святой, какой ты мудрый. А они такие растяпы. Понимаешь, это никогда нельзя сделать. Все, что ты будешь делать, вместо того, чтобы протянуть руку человеку и вытянуть его, ты будешь просто строить стену своим неправильным поведением. Свидетельство это инструмент, которым нужно научиться пользоваться. Свидетельство это очень-очень сильное оружие. Если мы с вами научим им пользоваться, вы увидите, что успех очень сильный будет. Свидетельство нужно мудрость, просто мудрость, спокойствие. Человек не послушал тебя на этот раз, помолись за него, отпусти, благослови, послушай это на следующий раз. Покажите уважение к человеку, слушайте его, даже когда вы с чем-то не согласны. Слушай, кивай головой, говори прекрасно, все отлично, понимаешь? Но потом, когда человек высказался, в основном я заметил, что, вы заметили, что на энкаунтере мы с вами делаем? В основном мы слушаем и слушаем и слушаем и слушаем и слушаем. Людям нужны уши, потому что их никто никогда в жизни не слушал, и они никому никогда не нужны были. Вы все со мной? А здесь попались какие-то ненормальные кучки людей, которые три дня стоят и слушают, молятся, слушают, молятся, понимаете? И потом люди говорят, вау, как тут классно, понимаешь? Меня слушают, за меня молятся. Там обычно иди ты со своими делами, там иди, ну, знаешь, ну, кому, обычно говорят, кому я со своими проблемами нужна или нужен, да? Кому мы нужны? А тут нет, нужны, нужны, и нам нужно это показать человеку, что не вздумай, когда я разговариваю с человеком, на часы смотреть. Я вам серьезно говорю, это очень-очень-очень плохой жест, от которого я сам избавлялся. Ну, я уже сижу там, знаешь, думаю, ну, когда уже? Он говорит, ты куда-то спешишь? Да нет вообще-то, знаешь, и ты, и ты человека как бы, ты видишь, что ты, он видит, что как бы он тебе в напряг, он как, ты его как напряг, он тебя напрягает, и он такой, знаешь, как бы старается разговор закончить. То есть, самое главное, когда ты пришел к человеку, сядь комфортно, смотри ему в глаза, сделай такой вздох, улыбку такую хорошую, да, и говори, ну, окей, хорошо, давай, давай поговорим. То есть, расположи его, что ты здесь собираешься сидеть пять часов, много чая пусть нальет, и дай ему знать, что ты здесь пришел, и время это его. Он, он, понимаешь, и когда человек увидит, что мы, в нашей жизни, особенно в Америке, самое ценное это время, вы все понимаете, уже, наверное, поняли, те, кто не понял, поймете попозже, не деньги, не твоя работа, самое ценное это время, потому что время, знаете, на то, на то, на то, и день закончился. И поэтому, когда кому-то мы уделяем время, это нужно делать с мудростью. Если у них, четвертое, если у них возникают вопросы, будьте готовы ответить на них Словом Божьим. Это такие мини-проповеди, маленькая проповедь, сказать ему просто, очень такое коротенькое наставление. Если у них возникают вопросы, будьте готовы ответить на них Словом Божьим. У человека возникает вопрос, поэтому я вам говорю, просто вникайте в Слово, отвечайте по Слову. Иисус разговаривал с учениками, с фарисеями и с самим Сатаной. Он всегда говорил, написано, написано, написано. Если у них возникают вопросы, будьте готовы ответить на них Словом Божьим. Это такие мини-проповеди. То, что ты услышал, может быть, на школе, то, что ты услышал, может быть, в воскресенье, или на энкаунтере кто-то поделился с тобой. То есть, вот эти все маленькие моменты, употребляй это как оружие, и просто проси у Бога мудрости, как засветительствовать правильно. Если вы не знаете верного ответа, не бойтесь признаться в этом, родные мои. Если вы не знаете, скажи, что я не знаю. Некоторым людям, они просто, я смотрю, иногда их крючить начинают. Знаешь, им задают вопрос, он не знает, но ему же надо показаться как бы помазанным, мудрым. Его бедного выгибать начинает. Он начинает истории всякие придумать, соскакивать с вопроса. Посмотри ему в глаза, скажи, слушай, я не знаю. Но второй момент, скажи ему, что к следующей встрече ты узнаешь. Поэтому молись и обязательно узнай, и ответь ему на этот вопрос. Если не знаешь, не выпутывайся, скажи, не знаю, извиняюсь, еще это не исследовал. Будьте чувствительны к их реакции и действуйте в соответствии с ней. Вот это очень важный момент, это пятый момент. Будьте чувствительны к их реакции и действуйте в соответствии с ней. Все, что я вам сейчас говорю, в одной ситуации может быть применимо, а в другой может быть вообще неприменимо. Просто я вам даю такие общие, такие моменты, которые были как у меня в жизни. Я уверен, что у вас были немножко другие моменты, может быть, такие же. Но самое главное, будьте чувствительны к их реакции и действуйте в соответствии с ней. Смотришь, не идет. Соскочи. Смотришь, человека напрягать стал. Отойди, отойди, дай ему, пусть он какую-то тему начнет. То есть не напрягать человека. Самое главное, знаешь, как иногда нам хочется, и мы начинаем говорить, говорить, ты видишь, человека напрягаешь, он злиться начинает. Потом скажет, все, слушай, я не хочу тебя слушать, я не хочу, слушай, я прошу прощения, этот разговор идет никуда. И человек уходит. То есть и в этом случае получается еще хуже, чем было до разговора. Вы все понимаете, о чем я говорю? Можно еще сделать хуже, чем как было до разговора, поэтому здесь нужна мудрость. Если они открыты, предложите им помолиться и пригласить Иисуса Христа в свою жизнь. Введите их в молитве покаяния. Если они понимают, но еще не готовы принять решение, попросите их обдумать все услышанное, молитесь за их и назначьте дополнительное время для встречи. Если они настроены скептически и негативно, будьте вежливы и оставьте хорошее впечатление о себе. Слышите? Когда человек полностью негативен, абсолютно настроен против, самое главное. Вы заметили такой момент? Люди могут слушать тебя целый час, но то, что твоя последняя фраза останется в их голове на всю их жизнь. Они встречают всегда тебя по одежке, но всегда провожают тебя по последнему твоему жесту, по какой-то фразе. И поэтому самое главное с негативными людьми, просто обязательно просто запомните это, когда люди не принимают вас, не хотят слушать, самое главное оставить о себе прекрасное впечатление. Просто чтобы люди, когда говорили о тебе, чтобы они говорили, да, говорила она со мной, ну и как там прошло? Ну ты знаешь, туда-сюда, ну в принципе, ты знаешь, такая сестричка такая хорошая, знаешь, то есть ты не напрягал или там, слушай, такой брат, ты знаешь, он хороший, да, там говорил с Виталиком или с Сашей, или там со Славиком. Слушай, Славик, да, он тебе говорил, да, говорил, слушай, ну он сам вообще, я вообще не понимаю, что он говорит, это может не для меня, но ты знаешь, говорит, такой хороший человек, просто человек хороший. Остави себе впечатление. Не говори мне, ты в ад пойдешь, тварь. Вы понимаете, о чем я говорю? Не покаешься, сгниешь. Понимаешь? То есть уже человека все навечно забил. Это старая методика, которая просто... Еще место доказывает. У них страхом спасайте. Страхом надо спасать. Понимаешь? Не надо страхом спасать. Страхом спасать это совсем не та категория, и ты страхом не спасаешь. Бог спасает страхом. Когда он там или аварийку допустит, или еще что-нибудь. То есть это Бога компетенция. Мы не будем шугать людей, чтобы они спасались. Окей? Это совсем не та категория людей. Смотри, настроены скептически и негативно. Будьте вежливы и оставьте о себе хорошее впечатление. Сделай какой-то подарок. Как хочешь, слушай, сделай. Просто благослови, обними. Или если нельзя, просто поприветствуй. Скажи, пусть я Бог благословит. Оставь просто о себе прекрасное, классное впечатление. И все. Разойдитесь с друзьями. Не надо говорить, кто в ад идет, кто куда идет. Потому что я такого, я честно говорю, я столько наслышался, что я просто этот пункт хотел именно четко сказать. Хорошо. План вашего личного свидетельства. Пишите. План вашего личного свидетельства. Я просто вам скажу о пяти элементах, и вы их просто записываете. Просто я хочу, чтобы вы это просто в голове своей потом со временем заимели, носили в своем разуме просто. С чего вообще начинать? Иногда так просто сидишь, смотришь, и он на тебя смотрит. И ты на него смотришь, и он на тебя смотрит. И ты не знаешь, что делать. А свидетельствовать хочется, и тебе как-то странно становится. И из-за неумения свидетельствовать, некоторые люди перестают свидетельствовать вообще. Они говорят, слушай, мне страшно, я не знаю, что говорить. Ты должен стать просто профессионалом в этом деле. Просто профессионалом. Обыкновенный навык должен быть. План вашего личного свидетельства. Включите следующие элементы. Первое. Первый момент. До того, как вы были спасены. Записывайте. До того, как вы были спасены. Ключевые моменты вашей жизни до Христа. Избегайте прославления прошлых грехов, пожалуйста. У некоторых людей свидетельство, знаете, я слышал, базируется на том, ох, мы так кололись, ну мы кололись, вот это кайф был. Ну ты знаешь, Господь меня освободил. И он так свидетельствует, как будто он до сих пор еще кайф от этого получает. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть избегайте вот этих всех свидетельств и вот этого, знаете, такого интересного. Избегайте прославления прошлых грехов. Установите связь с вашим слушателем. Да, может тебе уже приятно об этом говорить, конечно, это плохо. Когда тебя Бог освободил. Но он сидит, может быть, на наркотиках или на алкоголе, или там живет нечистой жизнью. Ему это неприятно слушать, он хочет от этого выпутаться. И твое свидетельство как будто реклама, знаешь. До того, как вы были спасены. Ключевые моменты вашей жизни до Христа. Избегайте прославления прошлых грехов. Установите связь с вашим слушателем. Самое первое. Просто начните говорить с того, слушай, как было в твоей жизни раньше. Просто ты рассказываешь, слушай, был кошмар. Слушай, да, было, и выпивка была. Но не заходите далеко. Не надо, никому не нужны эти подробности. Скажи просто, от чего Бог тебя освободил. Четко, коротко, понятно. У всех там были свои вещи. Кого-то Бог от того освободил, кого-то Бог от того освободил. Четко, маленький фрагмент. Чтобы человек, знаете, когда ты начинаешь говорить, от чего Бог тебя освободил, ты уже с человеком налаживаешь мост. И он уже видит, о, он такой, как я. Не то, что говоришь, брат, не пил, не курил и цветы всегда дарил. Знаете, вот этот такой, знаете, настрой. И человек, знаете, которому ты говоришь, он слушает тебя, он видит, какой-то ты святоша. И он, ты моментально построил стену, и он уже видит, что, слушай, чему ты можешь меня учить, если ты в жизни ни разу наркоту не нюхал? Чему ты меня можешь... Поэтому, когда я свидетельствую наркоманом, я избегаю этого. Я сразу зову или там Сергея, или кого-то еще. Потому что я в этом вопросе некомпетентен. И мы должны с вами быть абсолютно нормально, сказать, я не знаю, как чувствует себя наркоман. Я не знаю, что такое ломка. Я не знаю, никогда не пробовал и пробовать не собираюсь. Извиняюсь. Другие вещи, слава Богу, Господь забрал. Были всякие моменты, но Бог меня освободил. Но в этом вопросе я некомпетентен. Поэтому назови, найди человека, подведи и скажи, слушай, вот с этим вопросом поговорю с ним. И обычно, когда человек был в этом, они общий язык находят вот так. Моментально. Секунда, они нашли общий язык. Окей. Второй момент записывайте. События, предшествующие вашему спасению. Поделитесь ключевыми принципами, нуждами или проблемами, которые помогли вам прийти к познанию Христа. Второй. События, предшествующие вашему спасению. Расскажите ему, как Бог привел вас. Первое. Это что было с тобой? Немножко рассказал. Я просто вам даю такие маленькие, такие простые моменты, с чего начать разговор. Не надо говорить, какую ты консерваторию закончил. Не надо говорить, какой ты хороший. Сначала начни с самого начала. Окей. И второй момент. Это момент события, предшествующие вашему спасению. Поделитесь ключевыми принципами, нуждами или проблемами, которые помогли вам прийти к познанию Христа. Например, я всегда говорю людям, что, например, мое личное свидетельство, у меня в год было пять аварий, Бог меня приводил. Я только покупал машину, я ее разбивал буквально в считанные недели, месяц. Моментально. И в год у меня было пять аварий. И я четко чувствовал, что Бог зовет меня. Мне никакой проповедник не говорил. Я прям чувствовал, что я еду в машине, и Бог говорит мне, отдай мне свою жизнь. Я просто чувствовал. И я обычно людям, вот я включаю это. То есть, и когда я говорил, где я был, потом я говорю, слушай, как я пришел к Богу. Слушай, авария за аварией, авария за аварией. И я просто рассказываю людям. И потом просто я сдался. Я говорю, Господь, я отдаю тебе свою жизнь. И тогда все остановилось. И просто я отдал свою жизнь Богу. То есть, расскажите очень коротенько, что привело вас к Христу. Это ж не было просто, ты лежишь там на кровати. Тебе так было классно. И тут резко ты поддолвался и пошел покаялся. Понимаете, такого же не бывает. Вот просто такая мысль закралась в голове, просто отдать свою жизнь Иисусу. Ну а что мне? Ну просто делать нечего было. Телек надоело смотреть. Понимаете, нет такого. Что-то было между той жизнью и этой, какой-то ключ. И когда человек слушает, он начинает, может быть, да, ты знаешь, у меня такие вещи есть. Да, вот видишь, что и то, и то срывается, и там не получается. И Господь начинает вести тебя. Он дает какое-то неудовлетворение в жизни. Просто поделись этими моментами. Очень коротенько. Третий момент. Поделитесь своими страхами, мыслями, которые вы испытывали в отношении Евангелия. Поделитесь своими страхами, мыслями, которые вы испытывали в отношении Евангелия. Это, этот момент я обычно, знаете, ну, если приходится возможность, то я людям говорю, что как я не хотел Богу служить, знаешь. И вот эти все аварии. И когда я приходил в церковь, я видел бабушек, дедушек, знаете, они постоянно плакали. Знаете, они постоянно просили смирения. И я говорю, Господи, ну я честно тебе говорю, ну не хочу я тебе служить. Я с Богом честный был, даже когда Бог меня тянул, этот весь год я был в таком борении. И я приходил в церковь как бы покаяться, и я не находил ничего в церкви. Я говорю, Боже, ну не хочу я в эту церковь. И вот эти вот, вот эти просто поделись, как тебе просто может быть не хотелось, если это было. Я всегда думал, что христианство это какое-то, знаете, убогое что-то, такое страшное для старичков. Я говорил Богу, что, ну как я вот погуляю сейчас там, знаете, планы у меня еще свои были. Ну потом, Господи, конечно, я вот отдам тебе свою жизнь, но в ад идти-то не хочется, понимаете. То есть, как бы, чтобы все везде успеть, все, чтобы нормально было. Чтобы у меня ретайрмент был с Иисусом. Но не тут-то бывало. Понимаешь, и вот просто поделись таким просто маленьким моментом, да, что, как может тебе не хотелось с Богом. Просто, когда мы с вами говорим вот эти простые-простые вещи, мы себя показываем человеку, что мы такие же, как и он. Не вздумайте себя показать выше, чем он. Вы моментально его уничтожите. Покажи, что ты такой самый. Не давай, чтобы тебя там на «вы» называли. Разные, знаете, ситуации. Не давай, чтобы на «вы» по имени. Раскрепости атмосферу. Сделай как можно себя доступным. Как можно больше себя доступным. Чтобы человек в твоем присутствии не чувствовал, что пришли каять, пришли меня. Понимаешь, такое чувство. Но тебе пришли просто поделиться, что Господь делает. Понимаете, когда человеку приходит, человек-то чувствует. Мы с вами чувствовали, когда нас загружали. Аминь. Я самый первый. Мы ко мне приходили, братья, и загружали меня. Я иду в ад, ты идешь в ад. И я знал, что я иду в ад. Мне не надо было доказывать. И темы большие говорить. Я знал, куда я иду. Я знал, какой жизнью я жив. Я знал, что мне рай не светит точно. Но когда люди начинают... Самое главное, покажи просто выход. Как один проповедник сказал, говорит, не туши, говорит, у этих людей свечку. Говорит, просто зажги у них свет. И свечку они потушат сами. Аминь. Не забирай у них то, что у них есть. Просто покажи, что есть что-то намного лучше, намного больше. И он сам эту свечку просто затушит. Он скажет, слушай, эта свечка по сравнению с этим светом ничего не значит. Не накидывайся на него. Не говори, что все, что ты делаешь. Да, ты знаешь много. Да, ты прошел через многие вещи. Серега, если это не Иисуса, отключи. Окей. Я на служении только Иисусу разрешаю месседжи оставлю. Хорошо. И хорошо. Поделитесь своими страхами, мыслями, которые вы испытывали в отношении Евангелия. Четвертое записывайте. Это день спасения. Как вы приняли Христа? Поделитесь Его любовью. Четвертое. Это день спасения. Как вы приняли Христа? Поделитесь Его любовью. Как Он вас любил? Расскажите человеку, как вы пришли к Иисусу? Какой это был день? Что с тобой произошло? Может быть, как тебе хорошо стало, как ты принял Иисуса Христа в свое сердце? То есть, я тоже людям всегда говорю, что у меня этот день вообще был, это была война. Но потом я вышел просто, и я Богу просто дал ультиматум, знаешь? Я просто сказал, если я отдаю свою жизнь тебе только на одном условии, что ты будешь меня использовать так, как ты не использовал никого еще никогда. Я серьезно. У меня наглые проповеди, у меня наглые молитвы. У меня все по-наглому, понимаешь? Я не знаю. Вот так вот. Я не знаю. Я ни под кого не пытаюсь подделаться. Вот такой я, понимаешь? Я Богу конкретно ультиматум сказал. Конкретно. Я говорю, если ты хочешь мою жизнь взять, я не хочу быть вот таким. Я просто Ему сказал. Вот все, что ты видишь, Господь, церковь, и вот то, что за стенами церкви, не дай Бог, я там окажусь. Или пастором такой церкви окажусь. Не дай Господь. Если ты хочешь пользоваться мной, то это будет все новое, другое, ни на что и ни на кого не похожее и никогда не похожее. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть это мое личное свидетельство. Это я им, я вот когда людям просто, то же самое я жену так искал. Я не глупый был. Девчата там были, да, там всякое такое было. Но когда я начал жену искать, я сказал, не дай Бог, она должна точно такая быть, как я. Точно такая. Такая же ненормальная. То же самое вещи, чтобы она там палки мне в колеса не ставила. Понимаешь? То есть у меня много есть, я вам честно скажу, в жизни таких выпадов, которые, ну, другая девчонка сказала, понимаешь, что сказала бы, ты понимаешь, что ты приехал. Понимаешь? А она понимает, что мы только начали ехать. Понимаешь? И я вам говорю, что выбор супруга и все это. И я сразу, как я только ее посадил за стол в ресторане, в первый день, только познакомились. Я сразу ей сказал. Я не сказал, какая ты хорошенькая, какие у тебя щечки хорошенькие, какой у тебя носик хороший, какие у тебя ушки хорошие. Я ей не говорил. Я ей сразу сказал, моя мечта. И потом ей сказал, а ты что хочешь делать в своей жизни? И когда она мне сказала, что она хочет делать, и мое свидетельство, я видел, зацепило ее, я сказал, что это мое. Она там не говорила, о, ну, ты понимаешь, я мечтаю там построить дом, вырастить семью, там и все. Меня это вообще не волновало. Все строят дом и все семью имеют. Меня волновало, что у нее есть глубже. Потому что я знал, куда мы идем. Я вам говорю, я абсолютно не лгу. То, в чем мы сейчас с ней вместе находимся, в том ресторане, я ей говорил за столом, подойдите к ней и спросите. Все, именно то, в чем мы находимся. Я ей сразу сказал, ты будешь лидером прославления, я буду пастырем. У нас будет церковь с чудесами и знамением. Я вам перед Богом говорю, я не шучу абсолютно, это не шутка. За столом мы сидели с ней и говорили, и я ей говорил, кем буду я и кем будет она. И она говорила, да, я мечтаю быть прославлением, лидером и все. Это было сколько лет назад, обе? 12 лет назад. 12 лет назад. А урок, нам урока не хватит. Понимаете? Не, я вам просто на практике рассказываю, как свидетельствовать. Я вам не рассказываю историю своей жизни. Я вам просто рассказываю на практике, как свидетельствовать, понимаешь? И вот этот момент, день спасения, поделись, как тебя Бог призвал, что Он с тобой сделал, как Он тебя захватил, что в твоей жизни, как оно все перевернулось. Потому что все вот эти моменты, Он просто увидит, слушай, и ему важно, сделай свою историю своей жизни интересной. Можно рассказать интересную историю, неинтересную, вы все со мной? А можно рассказать простую, простую, интересную, простую такую жизнь, очень интересную, и человек будет захвачен. Почему люди одни говорят, о, какой он писатель? Он просто умеет брать простую историю и делать ее такой зажигающей. Правильно ставить запятые, правильно ставить точки. Поэтому, когда я проповедую, вам интересно, я проповедую простые, простые вещи. Не так ли, родные? Абсолютно простые вещи я проповедую. Почему? Потому что вот эти все моменты, и каждый из нас должен найти себя. Когда ты найдешь себя, ты увидишь, как у тебя все. Классно. Понимаете? Смотрите, день спасения. И пятое, пятое, последнее, это в плане нашего личного свидетельства, это пятый пункт. Запишите, сегодняшний день. Сегодняшний день, так и пишите. Сегодняшний день. Поделитесь тем, как Иисус изменил вашу жизнь, и тем, что Он делает сегодня с вашей жизнью. Пятый пункт. Это сегодняшний день. Поделитесь тем, как Иисус изменил вашу жизнь, и тем, что Он делает сегодня. То, что Он делает сегодня в твоей жизни. Потому что люди многие, знаете, говорят о своем прошлом, как Бог их говорил, о своем дне спасения и аминь. Нет, ты мне скажи, чем ты сейчас живешь. Ты мне расскажи, как ты сейчас горишь в своем огне. Ты мне расскажи, что Бог сегодня делает в твоей жизни. И вот это вот самое главное, когда ты рассказал Ему все, что было, и потом ты ставишь точку, что ты говоришь, слушай, но сейчас что происходит, это вообще. Просто говори, знаешь, когда говоришь, просто говори зажигающе, говори, знаешь, не сиди просто, говори, ну да, пока, слава Богу, ну хорошая церковь, ну, не надо так говорить, говори просто действительно зажигающе, говори с энтузиазмом, говори с любовью, чтобы человек, который слушает тебя, ему тоже захотелось, ему тоже захотелось. Я вам честно говорю, меня на, вот когда заходишь на дилерскую, на машину туда, знаете, как так хочет купить, смотришь, рухлядь, это сейлзмен, он эту рухлядь распишет так, что это будет самая лучшая машина для тебя, и ты ее захочешь купить. Я вам серьезно говорю, знаете что, он не просто язык очень подвешен, так это рухлядь, это железо. Представьте, если ты живешь в Боге, если ты живешь в огне, если ты видишь чудеса, как можно с Духом Святым рассказать, о Духе Святом, если обыкновенный человек уезжает с дилерской, с какой-то железкой, который ему просто, он заехал просто посмотреть. Мы все ездим просто посмотреть, и как обычно уезжаем посмотревшие. Понимаешь? С тем, на что мы приехали посмотреть. Понимаешь? И поэтому, если этот человек просто мог такое сделать, то представьте, что Бог может делать с нашей жизнью, с нашим личным святительством. Просто имейте мудрость в этом, да? Хорошо. Сущность Евангелия. Давайте запишем с вами еще одно место. 1 Коринфянам. Запишите. 1 Коринфянам, 15 глава, 3 и 4 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 3 и 4 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 3 и 5 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 стих. будет вестись разговор. Потому что мы с вами, родные мои, не имеем дела с неверующими. Вы все со мной согласны? Очень редко мы имеем с вами дело с неверующими. Очень редко. И с ними, я вам честно скажу, очень просто. Очень просто. Мы имеем с вами дело с людьми, которые поколение от поколения в поколение передавали свою деноминацию. И я вам честно скажу, что, чтобы действительно донести до людей жизнь и сказать им, что действительно, что есть Бог живой, который меняет, который исцеляет, освобождает, и я с этим Богом живу, Он в моем доме, Он в моем сердце. Я вам честно скажу, никогда не говорите ни о ком, только о себе. Всегда идите подготовившись, всегда говорите то, что вы сами приняли, личное ваше откровение, личное свидетельство, что Бог с тобой сделал. Никогда просто, вы можете вскользь там вспомнить, да, Бог там делает у нас то, то, что Он со мной сделал, что Он с моей жизнью сделал, что у меня раньше было. Теперь я счастлив, теперь я успешен, теперь Господь на моей стороне. И еще одно место запишите, и мы будем заканчивать. 2 Тимофею 2 глава 15 стих. 2 Тимофею 2 глава 15 стих. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Приготовьтесь к тому, чтобы делиться Евангелием. Запомните пять учений, необходимые места. Помните три составляющие молитвы кающегося грешника, и будьте готовы. То есть, вот эти вот моменты, которые я вам сказал, пять вещей. Первое. До того, как вы были спасены, расскажите человеку. Второе. События, предшествующие вашему спасению. Что натолкнуло вас, что подвело вас к спасению. Третье. Поделитесь своими страхами, мыслями, которые вы испытывали. То есть, расскажи, что происходило в этот момент с тобой. Хотел ты, не хотел. Как, может быть, тебе тяжело было. Как ты раньше жил в Боге. Просто поделись, что происходило. Как ты боялся, не боялся. Потом расскажи о своем дне спасения. Как Бог коснулся и привел тебя. И пятое. Расскажи Ему то, чем ты живешь сейчас. Вы слышите меня, да? Вот такие вот дела. Аминь. Аминь. Аминь.